Всем привет дорогие друзья! С вами я Антон Чейз и сегодня я расскажу небольшую историю своей жизни и заодно поясню вам почему же некоторые люди, которые далеки от футбола, считают, что футбол это игра для тупого быдла и все такое прочее. Что ж, сначала история. То есть это было чуть меньше года назад, прошлым летом. Тогда наш тульский арсенал, я живу в Туле, только там заканчивал игру во втором дивизионе. Я, честно говоря, не помню какой был матч, но походу выиграли. То есть я ехал из одной части города в другую на автобусе и по дороге был стадион. И, блядь, вот так же угораздило мне, это было, наверное, часов уже 10 вечера, что в автобус зашло человек 5-6, причем среди них даже была девчонка, лет так 20-23, пьянющих болел. Они были в шарфах, все дела, сука, как они громко орали, это же про меня, блядь, аж уши болели, конечно. Ну и никто им ничего не мог сказать, потому что, ну, смысл лезть против пяти, блядь, отбитых ебанатов. Что ты им сделаешь, я не знаю, они орали, блядь, просто у них глотки, наверное, разработаны, как у Саши Грей, но они орали, 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 кричалки, просто матом орали, все, все, вот. Потом они решили почему-то, а, потом они стали писать песню, типа, смерть хачам, что-то смерть хачам, а на задней площадке сидело два узбека. И они, короче, решили, походу, к ним доебаться, с криками смерть хачам, все такое. Но в итоге узбеки их просто послали нахуй. И вот эти вот ребятки потом опять сидели дальше, в центре автобуса, где-то пятеро, и продолжали орать. Пока я, блядь, не вышел, уже у меня уши, блядь, просто опухли от их крика, это было просто невыносимо. Что ж, и что же тут можно сказать, то есть в автобусе сидели всякие люди, то есть и бабушки, и дедушки, и молодые, и взрослые, и все такое. Вот, я думаю, что они поняли, что это футбольные болельщики, то есть представьте, вот вы человек, который далек от футбола, вы не понимаете в футболе ничего, кроме того, что там играют 22 человека, и они пинают мяч по розы, по зеленому газону. И вот они видят вот это вот вонючее, тупое, пьяное, блядь, быдло, просто, я сам таких вот дико ненавижу, то есть если я напиваюсь, то я напиваюсь дома, тут я никого не буду пугать своим внешним видом, своим криком и всем прочим. Ну, эти суки, блядь, орали, блядь, оскорбляли людей от этих вот другой национальности и все прочее, то есть типичное быдло, то есть я думаю, что у любого нормального человека так и сложится стереотип, что футбол это для быдла, потому что нормальный болельщик, который знает футбольную историю своего клуба, знает вообще много-много о футболе, он не будет кричать, типа, я знаток футбола, я там все такое, я футбол люблю, футбол игра хорошая, в которой играют там спортсмены, потому что футбол это приятное зрелище, я сам люблю поиграть в футбол, он не будет этим заниматься, он просто любит футбол, вот эта вот вонючая, блядь, быдлота, она будет везде всем говорить, я, блядь, футбольный болельщик, мой клуб самый лучший, блядь, все остальные клубы сосут хую моего клуба, короче, вот они будут всячески понижать статус футбола вообще, то есть, и реально сказывают сомнения, что они просто футбол, на футбол ходят такие вот только тупые, отмороженные дебилы, конечно, я прекрасно сам понимаю, так я разбираюсь в футболе, я прекрасно понимаю, что футбол смотрят люди вообще разные, то есть, есть такие вот тупые быдла, футбольные хулиганы и прочее, есть нормальные люди, есть вообще старые болельщики, которые уже летом 70 болеют за Динамо Москва, за торпеды, за всякое такое прочее, образно говоря, то есть, футбол, игра одна из самых лучших вообще на земле, то есть, она очень проста в своих правилах, то есть, что такого-то сложного, вот мяч круглый, газон и один из людей одинаковых, ничего такого нет, то есть, футбол можно прорвать вообще в любой ситуации, то есть, если какой-нибудь хоккей, там надо клюшка, шайба, лёд, баскетбол нужно кольцо, а футбол, чё, взял, во дворе собрался, там какими-нибудь камешками обозначил, обозначил ворота, и вот и игра, и вот, поэтому футбол это одна из самых лучших и идеальных игр, но вот такие вот, блядь, ёбаные быдланы, какие вот, которые бухают на стадионах, орут, ладно, ты орёшь на стадионе, в принципе, стадион, там есть сектора разные, они для этого и сделаны, есть семейный сектор, есть там сектор для фанатов, всё такое, но, блядь, ну, вышел ты наружу стадиона, иди спокойно домой и обсуждай там, блядь, с кем угодно свой матч, своего клуба, но нет же, он же будет орать, блядь, кому-нибудь даст пизды кому-нибудь обязательно даст, и всё прочее, то есть, после всего этого, мне кажется, у любого нормального человека сложится сомнение, что футбол для быдла, но хотя это, конечно, не так, плюс, блядь, что ещё меня поражает, это их драки, ради чего вы, блядь, дерётесь, то есть, блядь, я разбил кому-то ебальник, и что дальше? Что дальше? Ничего, то есть, блядь, ты как был отмороженным дебилом, блядь, в Вадиках, так ты им и остался, то есть, я, не знаю, собственно, поэтому я не хочу смотреть фильм «Около футбол», хотя многие мне советуют, типа, там, блядь, там фильм не только про тупые драки, там ещё любовь, всё прочее, но я не знаю, честно говоря, так, я его не посмотрел, но, боеческие драки, но хотя бы в этих драках один плюс, что они бьют друг друга, это вот, это вот единственное, то есть, бейте, вот, ладно, Когда дебил бьет дебила, слава богу, пожалуйста, отбивайте друг другу бошки Становитесь еще глупее, пожалуйста, вперед Короче, я думаю, что вы поняли мою точку зрения по этому вопросу Если вдруг вы футбольный болельщик, дикий, который любит комыть ебальник, разбить Побухать на улице, поорать, на бабку накинуться Мол, эй, блядь, мой клуб лучший, ты же знаешь, бабка Ты, наверное, еще, блядь, примамонтов за него должна была болеть Вот, короче, акта-так Ну, да, с ним он сдержанно Что ж, всем удачи, всем пока, с вами был Антон Чейз До свидания Ставьте лайк под видео, вступайте в группу в описании Подписывайтесь на канал, пока